Я Каратеев Николай Натальевка на Украине. Он жил в семье с мамой, папой и двумя старшими сестрами, Верой и Раисой. Они все были учителями. Когда началась война, ему было 16 лет. В 18 лет он настоял на том, чтобы его призвали в армию. Он любил свою родину и самоотверженно сражался с фашистами. Во время войны он совершил подвиг, за который получил орден Красной Звезды. В боях с немецкими оккупантами за овладение деревней Телушки под Белостоком, мой прадедушка Ваня проявил мужество и отвагу, выполнил приказ командования и под сильным артиллерийским минометным огнем противника установил связь с ротой через реку Нарев и исправил 8 прорывов телефонной линии. Связь работала все время четко и бесперебойно. Здесь он получил тяжелые ранения. У него были перебиты ноги. Он потерял много крови. Его нашли без сознания и посчитали погибшим. Но каким-то чудом у него шевельнулась рука. Тогда его доставили в госпиталь. Его вылечили. После лечения он пошел догонять свою часть и продолжался служить в советской армии. И после победы еще 6 лет. После войны он женился и у него родился сын Николай, мой дедушка, в честь которого меня назвали. Прадедушка очень бережно относился к своему ордену, потому что считал, что тот спас ему жизнь. Вообще-то было не принято носить все время награды. Но прадедушке только вручили орден и он еще не успел его снять. Носил на груди. Во время боя пуля попала в звезду и отколола кусочек от награды, а прадедушка остался жив. Так орден спас ему жизнь. Всю свою дальнейшую жизнь он посвятил школе. Учил детей математики, биологии и немецкому языку. Он получил два высших образования и третье неполное высшее. Он был директором сельской школы в деревне Дятлова. Он очень любил своих учеников. Прадедушка очень много читал. Еще он очень любил заниматься пчеловодством. Хорошо разбирался в пчелах и не любил вспоминать о войне. К сожалению, он умер раньше, чем я родился, в 1989 году в деревне Дятлова, в Нелидовском районе Калининской области. Благодаря нашим прадедам страна победила фашизм. Я очень горжусь своим прадедушкой Иваном и в будущем обязательно расскажу это своим детям и внукам.